А вот Таубахану Налхан из Карагандинской области без чьей-либо финансовой поддержки открыл пусть небольшое, но собственное дело. Ремесленник с одной рукой мастерит мебель и выполняет домашнюю работу. Таубахану Налхан живет в Осакаровском районе Карагандинской области. Как он справляется со столярными инструментами и чем еще увлекается в нашем следующем материале. Мастер на все руки. И это при том, что он родился без ног, а на единственной руке только три пальца. Таубахану Налхан мастерит мебель и столовые приборы, чинит обувь, выполняет все по хозяйству. Нагрузка на единственную конечность, признается мастер, конечно, большая. Иногда рука от долгой работы затекает, но я ни в коем случае не отчаиваюсь. Делаю небольшой перерыв и начинаю петь. Знаете, меня это не только расслабляет, но и вдохновляет. Спустя время я точно знаю, как я могу сделать предмет лучше. Качество – это то, на что я обращаю внимание в первую очередь. Могу работать несколько дней над стулом, но результат мне нравится самому. Таубахану Налхан родился в Монголии. Там он окончил четыре класса средней школы и начал мастерить. Основу ремесла получил от отца, который научил работать со всеми столярными приспособлениями – пилой, стамеской и рубанком. Уже позже сам освоил и электроинструменты. Сейчас клиентов не так много, потому что меня мало кто знает, но в принципе работы хватает. Я считаю, любой человек должен заниматься любимым делом и получать удовольствие от результатов своего труда. Я вообще не понимаю людей, которые просят помощи у государства, а сами ничего не делают. У них ведь руки и ноги есть, отчего бы не найти любимое занятие. Вот смотрю на результаты своего труда, и душа радуется. Единственное, чего ему по-настоящему не хватает, так это времени, уверяет Таубахан Налхан. Кроме любимого ремесла дома, мужчина занимается воспитанием племянников, любит петь и играть в шахматы. Не раз становился победителем районных и областных соревнований и конкурсов. Илона Чаус, Василий Савкин, Карагандинская область, Хабар.